Всем привет, друзья! Вы с Аленой, вы на моем канале. Здесь мы говорим о самом-самом главном, о вашем психическом и физическом здоровье. Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как 5 потребностей, которые нужно закрыть для того, чтобы быть более счастливым человеком. Более счастливым человеком, чем вы есть прямо сейчас. Я считаю, что действительно есть некоторые моменты, которые влияют на то, как вы думаете, как вы чувствуете, как вы работаете со своим состоянием и как у вас происходят различные изменения в жизни. Именно в жизни, ведь в этот момент вы понимаете, что что-то происходит, но очень часто непонятно что. Так вот, как избавиться от негативных, собственно, состояний, как найти 5 потребностей, которые вы закроете. Первая потребность, это потребность базовая физическая, то есть здоровая еда и кровь. Это очень важно и это сильно-сильно создаст такой буфер, который называется «я сам себе смог помочь». Второе, обязательная потребность, друзья, потребность в делании, потребность в работе. У людей, у которых есть хоть какая-то задумка, какая-то визуализация, какое-то понимание, чего я хочу, куда я иду, что я делаю, что я продаю, что я рекламирую, кто я вообще, что я создаю в этом мире. У тех больше возможности остаться в состоянии, собственно говоря, собственного покоя. Что значит покой? Не покой, на котором вы прямо ушли в покой, а покой в смысле моральный. Следующая потребность, это потребность в взаимодействии. Очень важно найти себе социальную группу, в которой вы будете хоть как-то общаться. Будь вы дизайнер на удаленке, будь вы психолог, ну психолога у меня много работы, будь вы контент-блогер, будь вы продюсер, будь вы кто вы бы ни были, если вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь была качественной, вам нужно просто очень нужно работать с закрытием потребностей социальности. Это очень важно, вроде бы мелочь, но она работает. Дальше, обязательно еще одна потребность, это потребность в финансовом удовлетворении. Вам говорят, ну а может быть как-то по-другому, может быть в следующей жизни, кто вам говорит о том, что деньги не важны, это полный бред. И этот бред приводит к тому, что человек не понимает, что нужно зарабатывать. Следующее, потребность в реализации, она приходит со временем, когда вы занимаетесь своим любимым делом, а иногда даже нелюбимое дело приносит финансы и потом становится любимым. Соответственно, здесь мы уходим от болезненной какой-то истории. Следующее, если вы понимаете, что возникает какой-то диссонанс внутренний, то это потребность про любовь, базовая любовь, базовая любовь к себе, базовая любовь к миру. И если ее нет, то все валится, все крушится и возникает какая-то история стресса. Дальше поехали. Потребности в реализации мечт. Это очень важная история, которая создает буфер обмена, который называется жизнь. Если я понимаю, что в жизни я приношу успех, если я приношу сам себе, если я приношу людям положительные эмоции, положительное состояние, то я сам себе уже рад. Дальше. Обязательно закрыть потребность в семье. Очень у многих есть эта потребность. Они не хотят это признавать. Говорят, что я рожден быть одиночкой или еще что-то. Это полный бред. Могу вам сказать, что вездесущий Господь, Вселенная, как хотите называйте, она дает всем по вере вашей. Если вы верите, что у вас будет семья, будет, все будет, то, конечно, это придет в вашу жизнь. Следующая. Потребность в высшем. Что значит потребность в высшем? Это когда вы уже что-то хорошо умеете и можете это раздавать, передавать. И от этого состояния можете быть более счастливы, когда вы отдаете. Это уже другая материя. Мы говорим совершенно уже о другом уровне. Когда у вас есть какой-то малый либо большой бизнес, вы умеете это делать хорошо и вы можете этим поделиться с другими. Если вам вот такая простая рубрика полезна, дайте мне обратную связь в комментариях. И я буду очень рада провести вам снова прямые эфиры о том, как пошагово закрыть каждую базовую потребность. Ведь у потребностей бывают совершенно какие-то моменты, которые сначала не идут. Не идут, но потом они становятся нормальными. Как я говорю всегда, начинайте делать нормально. Хорошо получится уже позже. Делайте нормально. Вот так. Я вас люблю.